Беларусь-2 Беларусь-2 Я верю в наше взаимовыгодное сотрудничество и полон энтузиазма для развития наших отношений. Я верю, что динамизм арабского народа и стабильность вашей страны, они могут положить начало нашей успешной истории. В программе «Знаходжение делегации» наведывание свободной экономичной зоны Гомеля-Ратон, Института Гомель-Проект, открытых акционерного товарыства «Спартак» и инших предприемствов города. А кроме того, в Гомельском отделении Беларусской гандлево-промысловой палаты пройдут деловые перемоги, после которых есть вероходность, что первый початковый спис на прамках супрациониста станет дальнейшим. Модернизация вытворчасти удозволяя предприемствам Гомельской области выходить на новые рынки и принимать уделу в масштабных международных проектах, что в свою чергу повинна станучим чином поуплывать на термины окупности укладенных сродков. Новая вытворчасти и новая махчимости – у материаля наших корреспондентов. На протягу усягу одного месяца удел у кермаши беларуских товаров у Новосибирску и наведывание с деловым визитом Китая. В открытом акционерном товарыстве «Спартак» сегодня активно пропануть свою продукцию у разных регионах света. При этом тут перекананы без модернизации вытворчасти и выпуску новой продукции, якая запотребована на внешних рынках, ничего не отримается. Иншая справа, что реализовать программу модернизации предприемства, якая различена наперед до 2020 года, можно было б и больше худко, але своих сродков не хапая, а сучасные банковские кредиты вельми уже дорогие. Хоть у любым выпадком от своих планов тут отмавляться не сбираются. Дарыши амаль 15% вырабленной продукции поставляется на экспорт. Причим у опошний час администрация «Спартака» актуна шукае новых партнеров. Наработаны новые контракты, уже подписанные с такими странами, как Китайская Народная Республика. Кроме того, мы в этом году закрепились и начали более плотно работать с странами Средней Азии, такими как Узбекистан, Туркменистан, Киргизстан. Кроме того, мы сегодня подписали и продлили на следующий год договорные отношения с Азербайджаном и Монголией. Вот на эти страны мы сегодня в первую очередь планируем поставки нашей новой продукции. Сегодня на территории центрального района Гомеля коля 20 промысловых предприемств. У мясовой администрации лишится, что проводить модернизацию необходимо только в том случае, когда для этого есть реальная потребность. Урештые укладенные сроки должны обязательно окупиться, а для этого необходимо с начала пролишить рынки сбыту. В усилеком разе именно так сделали в акционерном товаристве «Коминтерн». Новые коллекции гомельчан оказались запотребованными в Заходной Европе. Он сейчас очень плотно работает по реализации своей продукции в направлении Западной Европы. И уже есть первые результаты – это и Польша, и Германия. И мы надеемся, что это направление будет дальше развиваться у «Коминтерна». Если, допустим, взять завод «Станка Гомель», завода «Мини Кирова», тоже была большая зависимость от российского направления. Мы от него не уходим. Сейчас прорабатывается вопрос участия завода «Кирова» в так называемом знаменитом Челябинском кластере машиностроения. Это большая группа предприятий, занимающихся производством станков. А кроме того, в настоящее время завод «Кирова» ведет переговоры с кубинской стороной о поставке большой партии станкостроения именно в Кубу. Это впервые в истории этого предприятия. И шансы, что такой будет проект реализовываться, очень высоки. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Євген Макенко, телерадо «Компания Гомель». Доступна на сайте www.tvrgomel.by. Свои вопросы вы можете адресовать гостю программы по номеру телефона промога эфиру «У Гомель» 77 68 45. А напереды дни «У Гомель» обмерковали творчые планы телеканала «Беларусь-4». Размова на эту тему отбылась подчас встречи с коллективом телерадо «Компания Гомель» старшине национальной державной телерадо «Компании Республики Беларусь». Причем Геннадзь Давыцкая не только выказал свою «Кропку Гледжене», а лей проняу делу запису программы «Добрый вечер Гомель», якая выходит на новым канале. Олег Синцеров с подрабязностями. Канал «Беларусь-4» у Гомеля працует зверсня гетагогода. Эфир пачынается в 6.30 ранецы и протягивается без перапынку, маль 18 годин, кожный день, уключаючи выходные. Да, телеканала «Беларусь-4» у старшине национальной державной телерадо «Компании Республики Беларусь» Геннадзе Давыцкий особливые относены. Уресе канал только пачынает свою работу, и есть немало пытаний по его наполнениям. По отсутствии, обычная справа для каждого нового проекта, хоть агульная концепция канала заразумелая. Из рупора кричат там, потом кто-то просто кричит, а есть такое доверительное общение от человека к человеку в семье. Вот у канала «Беларусь-4» именно вот такая миссия доверительного общения на месте с людьми, то есть знать проблемы местности и пытаться их помогать решать людям. И вот с этим начинает рядом проектов, в том числе канал «Беларусь-4» «Гомель» справляться. Геннадзе Давыцька-Перекананы, новый телеканал повинен обоязково супразовничать с местными органами Улады. По великим рахунку, это еще один информационный ресурс, который будет поведомлять об наиболее актуальном для региона. У «Гомеля», например, с этого месяца на канале «Беларусь-4» будут выходить 10 новых программ, сяротояких сказано-зроблено, да и лохаб здоровья, надзвучайная ситуация, «Гомельский олимп» и «Великий тур по Гомельским краю». «Беларусь-4» – это великолепная площадка для реализации самых смелых, самых интересных творческих идей. Буквально с этого месяца в нашем эфире появится ряд новых программ самой различной тематики. Я думаю, они будут интересны нашим телезрителям. И я надеюсь, что «Беларусь-4» станет добрым другом в каждой семье «Гомельчан». Почас наведывания телерадиокомпании «Гомель» сашиня национальной державной телерадиокомпании становится гостем одной из новых программ на «Беларусь-4» «Добрый вечер, Гомель» – размыва об роли литературы в жизни, чему необходимо обоисково читать книги, как выглядая муза и, когда приходит наткнение. По великим рахунку, у студии уже не только керавник самого великого медиахолдинга Украины, а ле перш за все – заслуженный артист Беларуси и литератор. До речи, зараз Геннадь Давыцка працует над драматичной поэмой студии участь в версии, выдаденной в этом году книги «Лов-слов». И она написана у разных годов, а ле обоисково от усяго сердца. Молюсь, чтобы промысел Божий сопутствовал воле поэта, и чтоб не ушел порожним почтовый вагон рассвета, чтоб не было счастья натужным, чтоб не было гнета сомнений, чтоб было кому-нибудь нужно. И это вот стихотворение. Олег Сентюров, Валерий Капанько, телерадо и компания «Гомель». Узнагорода знайшла свайго героя пра 71 год. Жихару Мазыра Миколаю Кирыченку передали медаль за оборону советского заполярья, якая была заснована президиумом Верховного совета СССР 5-го снежня 1944 года. Тему протягни сюжет корреспондента у телеканала «Мазыр». Солдат Великой Чинной войны Миколай Кирыченко и у своей 89 трымается бадёра. И он чакал гэту узнагороду 71 год. И вось медаль за оборону советского заполярья знайшоу свайго героя. От почуття успамінау наварочуюца слёзы. У 44-м ён не змог отрымать узнагороду по простому збегу обставинов. Нас отправили от гарнизона на порт на готовку рыбы для корпуса, для армии. И я пробыл полтора месяца в море. Когда прилегал оттуда, а тут уже были подписи, списки, всё, а меня забыли, потому что я не был. У рады советской армии Миколай Кирыченко был призван у соковику 43-го. Ему было 17 годом. Служил у розных подразделениях. У тым лікув был шувязистом у заполярья. Кольский полуостров займал важное место в грысивных планах гитлеровского командования. На протягу всей войны там шли бои жорсткие, але полночные межи Советского Союза отстояли. После Миколай Иванович допомагал обновлять городы. У Мазыр так само был накераван на будовлю. Тут и застався. Першую медаль за оборону советского заполярья передали законному владальнику. Была проведена великая работа с документами. Шматликие запыты и подсвержения. В последние годы Министерством обороны Российской Федерации и Центральным архивом Министерства обороны в городе Подольске проведена огромная работа по оцифровке документов. И поэтому создан сайт «Подвиг народа», где, в принципе, каждый может узнать о награде своего отца или деда, своих родственников. И поэтому это во многом стало возможно. В худшем часе медаль зойме свое гоноровое место на кителе ветеранам. И, как каже Николай Иванович, в этой узнагороду в военной годы он обмыл кровью. А сегодня он может отзнать шампанским. Головный тост за великую перемогу. За победу! За победу! Все же мы все пережили, но мы победили. Виктория Семинская, Светлана Грудько, Олег Фитцнер. Телеканал «Мазыр» специально для телерадио-компании «Гомель». Новины региона, информацию об проектах телерадио-компании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvr.gomel.by. И на этом выпуск завершенный. У студии працывала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жидаем вам удалого дня. До новых встреч у эфиры! Субтитры создавал DimaTorzok